Всем привет! С вами Анна Романга и, как вы уже знаете, я участвую в конкурсе «Организованный маркер-минейником» для ответа на передачу «Секреты новых богатых». И если вы еще не участвовали, у вас есть еще возможность принять участие и получить главную грудь. Если же вы участвовать не хотите, вы, конечно, можете продолжать смотреть передачу «Секреты новых богатых» и получать максимум полезной информации. Как раз об этом я рассказала в своем предыдущем видео. Но, друзья, вдохновляться, конечно, можно бесконечно. А где же действовать? Лично я люблю действия, мне нравятся люди, которые действуют. Потому что именно они получают от жизни все самое лучшее. Поэтому, друзья, готовясь к четвертому шагу этого конкурса, я решила посмотреть не только видео всех участников, а и заглянуть на их блоги. Кто чем не понимает? О чем он пишет? Какую ценность он дает окружающим людям? В чем его миссия? Много показалось пока что не у всех участников, поэтому я посмотрела все, что были, и выглядела для себя шесть человек, шесть конкурентов, которые, на мой взгляд, достойны получить главные предыдущие. Так как я сегодня являлась членом жюри и не могу вручить главные предыдущие себе, как бы мне этого не хотелось, потому что именно поэтому я и участвую в конкурсе. Все мы, конечно же, стремились к повесе. Но я стараюсь быть объективной и хочу вас познакомить с шестью конкурсантами, которые действительно достойны людей, достойны получить главные пункты. Итак, кто же это? Во-первых, это Артем Васюкович. Мне понравилась идея «Видет Бога» именно рассказать о создании личного бренда, потому что мы знаем, что на сегодняшний день это достаточно актуальная тема, и любой уважающий себя человек, который хочет чего-то достать в жизни, должен, конечно, работать над созданием своего бренда. Далее, кто мне еще понравился? Это Сергей Васюкович. Его блог об успешном, о счастливом бизнесе и, естественно, это уже тема. И мне понравилось, что, по-моему, практически в каждой статье он использует видео, что, действительно, выменяет этот блог с этим акционерам. Тема с видео всегда работает, и их интересно смотрит. Поэтому, обладая мой блог, можно, конечно, делать качественные, полезные выпилок и читателей своего блога для зрителей. Так что этот инструмент будет им также отличным. Кого еще хочу выбрать? Игорь Дюк. Мне понравилась вообще задумка его создать блог и писать о том, как ты меняешься, что ты делаешь для того, чтобы изменить свою жизнь, что, кто тебе в этом помогал, какие цели ты перед тобой ставишь и как ты их достигаешь. То есть, писать блог на эту тему о своих изменениях, о каких-то внутренних переживаниях, это очень важно. Это, действительно, может сподвигнуть очень много людей, много читателей, которые так же захотят и вмигают свою жизнь и так лучше. Поэтому миссия Игоря мне вот очень показалась в миссии актуальной и важной. Далее, кого еще хочу отметить? Это Илья Чигарев. Потому что его блог о технических моментах это своего рода прямо находка. Вот вроде бы много этих блогов, но и сайтов о всех технических вот таких тонкостях, но они никогда не лишние. И пользуясь способом, особенно, наверное, преди нас, у девушек, потому что вот лично мне справляться с техническими моментами достаточно сложно. И его блог является прекрасной возможностью узнать что-то новое и прослушать уроки, понять, да, что можно самостоятельно поставить на своем блоге, какие программы мне требуются, чтобы стоить так далее. Поэтому я желаю Илье просто огромнейших успехов и не обстановиться на вот этом сайте, создавать себе как можно больше качественного интереса и полезного контента. И мы уже тогда будем вращаться к Илье как к помощнику. А Илья из не такого помощника, как макбук, будет выдавать все больше ценного интересного материала. Да, мне хочется отметить, хочется отметить Светлана Сараштан. Я вообще просто не перестаю удивляться этой потрясающей женщине. Во-первых, я очень благодарна и рада тому, что она поддержала меня с легкостью и согласилась участвовать в этом конкурсе, тем самым давняя возможность пройти следующий этап. Более того, во-вторых, она не остановилась и продолжила участие в конкурсе. Меня просто вдохновляет эта женщина и удивляет вообще, откуда у нее столько работоспособности. Я просто, не знаю, мне кажется, у нее больше, чем 24 часа в сутках. Она настолько живая, энергичная, небознательная. Я знаю, что она проходит очень много тренингов. Я посмотрела на блоги, вот далеко не все информации, она делится со своими читателями. Очень много утаивает. И сегодня, как член жюри, я хочу немножечко его пожурить. Поэтому. Но, также я хочу, вот, один из главных призов, да, второй главный приз, это книга Владимир Долганова, «Стяжок на дневную воду». Я хочу вручить с рекламой, чтобы она не останавливалась в своем развитии и все больше, да, выдавала полезного контента и радовала нас читать это видео-блога с интересными находками и классной информацией нужной всем нам. Как вы заметили, это получается пять участников, пять достойных статистиков, которые я назвала. Все мы действительно достойны получить не только второй главный приз, но и первый главный приз. Я считаю, что оба эти приза действительно главные. И они вот в каждый из этих призов поможет нам сделать еще один шаг к своему развитию. Почитав книгу, мы узнаем массу полезной информации. А получив такой инструмент, полезный инструмент, как MacBook, мы еще дальше продвинемся в осуществлении своих целей, желаний и навеся свою миссию. Но осталось еще шестой, да, вначале мы взяли шесть конкурсантов, которые мне очень понравились. Шестой человек это Ксения Квеслуха. Я просто до сих пор, наверное, нахожусь под впечатлением от ее последнего запуска, от ее видеоролика, о том, почему она смотрит видео-передачи «Сыграть новых богатых». Просмотрев, я вот осталась просто без слов, даже не знала, что мне толком написать в комментариях. Потому что видео просто замечательное. Оно настолько доброе, позитивное, эмоциональное, жизнерадостное. И вот мне просто нет слов. Ксения большая уличность. И ее тема путешествий, естественно, мне очень близка. Я так понимаю, что проект ее будет любить путешествия. Это будет своего рода, да, также интервью с путешественниками. То есть, что-то похожее на то, что делает Артемедик. Это будут такие же интересные, увлекательные встречи с людьми, которые обожают путешествовать. И чтобы развить эту тему качественно, я, наверное, вот никто, как другой, очень прекрасно понимает, что для этого важны два самых главных инструмента. То есть, недостаточно писать как можно больше статей на блоге, я это сама прочувствовала. Нужно выдавать массу интересных видео из путешествий, да, нужно делать полезные ролики. Я надеюсь, что видеокамера Аксения уже есть, с помощью которой она отнимет массу интересных сюжетов, а вот уже монтирует она их с помощью Макбука и порадует нас, своих читателей и зрителей очень классными видеороликами. Поэтому Макбук А я просуждаю сегодня Аксению. Это будет достойный помощник в путешествиях, потому что в одной из последних статьей Артем Мельник написал в своей блоге, что Макбук А является самым толким, самым легким ноутбуком в мире. И что как не его можно взять в путешествие, чтобы во-первых отнять полезный контент, с помощью видеокамеры, во-вторых смонтировать уже с помощью Макбука. В общем Макбук А является незаменимым помощником в любом путешествии. Поэтому друзья, именно как член сегодняшнего жюри, отдаю это главный грим Ксении Классовой. Сама как никто другой понимает насколько эта вещь необходима. Но так как конкурс еще не закончен и сегодня я раздала некий виртуальный фильм, мы с вами еще встретимся в пятом заключительном в пятом я не знаю будет ли это снова видео или что-то еще. Но в случае я всегда рада встрече с новыми друзьями и желаю конечно же всем удачи и не останавливаться в своих стремлениях, в своих желаниях и обязательно действовать ведь только таким образом мы сможем достигнуть того, к чему мы стремимся, к тому чего мы желаем. Поэтому друзья, я желаю всем удачи, огромного успеха и святого. С вами была Анна Романова. Сегодня измена и с вами.